Дорогие братья и сестры, в сегодняшний воскресный день Святая Православная Церковь для нашего наследания предлагает отрывок о Захее. Мы услышали о том, как был некоторый богатый человек, начальник батареи, и он услышал, что в городе Рихоне идет Иисус. Вот он лежит, но видит, что толпа народа окружает его, и чтобы увидеть Господа, он залезает на смоковницу. И Господь, проходя в его этой смоковнице, взглянул на Захея и говорит, Захей, сегодня мне надлежит быть у тебя дома. И вот, как сказано, Захей слазит и принимает его, радуясь. И вот фарисеи, книжники, законники, которые видели все это, которые знали, что этот человек грешный, и что Господь вошел под кровь его дома, начинают роптать, и укоряются его, говорят, что ты зашел к грешному человеку в дом. И вот Захей говорит, Господи, я под имение отдам нищим, если кого чем обидел, возвращу четверицу. И, слыша эти слова Захея, Господь говорит, ныне пришло спасение дому сему. И вот, братья и сестры, сегодняшнее Евангелие, оно ставит перед нами очень важные вопросы, которые касаются лично каждого из нас. Казалось бы, Захей, вот этот человек, который погряз во грехах, в одном из тяжелых грехов, это грех с вебролюбия, который полностью затмил его духовные очи, и он ничего не видел в своей жизни, только ради того, он жил, чтобы увеличивать этот вот доход, который он взымал в пользу римлян со своего народа. И, конечно же, люди относились к нему с презрением, и можно сказать, что относились к нему как к прокаженному. Они не считали его своим иноплеменником, потому что он был предателем, он работал на оккупанта. И вот Господь приходит в этот мир, чтобы спасти самых грешных людей. Он приходит в этот мир как врач, чтобы исцелить прежде всего болящих. Пришел Господь спасти погибающих людей. И вот на примере обращения, на примере исцеления переворота жизни Захея сегодня Церковь показывает для каждого из нас. Сегодня каждый из нас должен посмотреть и сравнить себя с Захеем. Казалось бы, что я не такой, как Захей. У меня нету столько много богатства, как у него, столько прибыли, которые он имел. Но ведь разве каждый из нас не богат, так же, как и Захей, вот этим бесчисленным множеством каждодневных наших грехов, которые есть у каждого из нас. И вот это вот неправедное богатство, которое мы за дня в день собираем, вот словно вскарпонку грех ко греху складываем, совершая каждый раз, нарушая закон Божий каждый день и каждый час. И вот Господь приходит спасти погибающий человеческий род. Что нам нужно сделать? Ведь нам, как из Захея, нужно устремить свой взор ко Христу. Он забежал вперед и залез на Смоковницу. И вот Церковь сегодня призывает каждого из нас вознестись вот над этой мирской суетой, залезть на Смоковницу молитвы и обратиться к Господу. Если мы будем так пристоять Духом, возвышавшись над этим миром, то, конечно же, Господь ответит на нашу молитву. Он взглянет на нас. И Он, как насильно не вламываясь в двери нашего сердца, сказано, «Се стою и стучу, да откройся мне». И вот на сегодняшний день мы предстоим перед Господом в храме за Божественной Литургией. И сегодня мы в молитве подобно Захею должны вопиять Господу, устремлять свой взор к Нему, чтобы Господь своим продким, любящим Богом посмотрел на нас, чтобы и в нашем сердце спала вот эта вот завеса грехов, которая затемняет почвы нашего сердца и не дает нам видеть истинных себя, таких же прокаженных, как Захея. Братья и сестры, сегодняшняя Евангелие заставляет каждого из нас задуматься о том, а была ли вот эта вот встреча в моей жизни с Господом, так как она была у Захея. Ведь у каждого это происходит по-разному в жизни. Господь в разные моменты, Он стучится в наше сердце, откроем ли мы дверь Ему. И вот важно сегодня посмотреть на свою прошедшую жизнь и вспомнить те моменты, когда Господь стучался в наше сердце. Вспомнить, была ли, произошла ли вот эта вот встреча в нашей жизни с Господом. И каким результатом она привела, если она была такая встреча. Мы видим, что в жизни Захея происходит переворот. И по преданию, Он не только раздает свое имущество, освобождает от этих грехов, от этого времени, не только себя, но и свою семью. Потому что вот эта его семья, с которой он вместе жил, под кровом этого дома, она тоже была соучастником этих грехов, которые совершал он. Вот он раздает свое имение, и, как говорит нам предание, становится сподвижником апостола Петра. И впоследствии он становится епископом Кисарии Палестинской. Вот таков переворот жизни Захея, таков пример для каждого из нас. А теперь каждому из нас надлежит посмотреть на себя. Если в моей жизни празднославлят вас встречу со Христом, то какие плоды в моей жизни совершены мною для того, чтобы следовать за Христом, чтобы позволять Его? Каково покаяние в моей жизни, какова перемена, какие перемены мыслей, дел, слов, отношений к ближнему? Вот на примере Захея церковь сегодня ободряет нас и говорит, что, как бы ты ни был человек грешен, Господь ради тебя одного единственного пришел в этот мир. Он оставляет 99, как сказано, овечек, идет ради одной погибшей, берет ее на плечи, возлагает и несет ее. И об этой одной погибшей овечке, найденной, радуются больше, чем о 99 праздниках есть ангельский мир. И вот сегодня, братья и сестры, нам нужно сравнить свою жизнь с жизнью Захея. И важно, чтобы в нашей жизни была молитва к Богу, устремленность к Богу, и были плоды этой молитвы, встреча с Богом в молитве, плоды покаяния, плоды любви, милосердия к ближнему, и прежде всего, смиренного отношения к самому себе. Мы должны смиренно смотреть на себя и видеть, что я грешен, я полностью богат над этими грехами, но, Господи, по Твоей любви, по Твоему милосердию, Ты можешь исцелить меня, подобно Захею, и я могу стать Твоим учеником и славить Тебя в Царстве Небесном. Аминь. Спасибо, Господи. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok